Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой парфюмерный канал. Спасибо, что открыли это видео, поддерживайте меня. Ну что, давно очень не виделись. Я в отпуске, наконец-то. Ну, первую часть отпуска мы провели в горах с семьей. Моя дочь училась кататься на лыжах. Вот мы вернулись, и пока что у меня еще есть несколько свободных дней. Я решила записать это видео. О чем оно будет? Конечно же, у него нет какого-то определенного функционального названия. Оно будет о прекрасных ароматах, об ароматах, с которыми я познакомилась недавно. Разнашивала их в этот период и готова поделиться своим мнением о них с вами. Итак, я желаю вам приятного просмотра, ребята. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайк под видео. И я жду с нетерпением ваших комментариев. Итак, ребята, первый аромат, первый бренд, с которого я хотела бы начать – это Анджела Чампани. Аромат называется «Фауни». 2016 год выпуска этого аромата. Парфюмер здесь сама Анджела Чампани. Она создает ароматы сама для своего бренда. Бренд, родившийся из семейного бизнеса в небольшом городке Центральной Италии. Затем переместился на Тенрифы, где Анджела как создавала, так и продолжает создавать свои ароматы абсолютной ценности с творческим подходом. Итак, «Фауни» – это аромат, который не влюбил меня в себя, ребята, с первого затеста, но очень заинтересовал. Вы знаете, его нужно просто нанести на себя, с ним нужно пожить, и он вас уже не оставит в покое. О чём этот аромат? Ну, о цветах, конечно же, но это не бихо. Да, скажем так, белые цветы и жёлтые тоже, о цветах Гардене и Ланхеланга. Как будто бы они завёрнуты в тонкую смолистую вуаль из Толу и Алибанума. Чуть более свежий старт, чтобы потом перейти в такое более оболакивающее сердце композиции. Настолько оригинально сложена эта пирамида, пирамида из, казалось бы, довольно часто встречающегося комбо экзотических цветов и смол, но это совершенно ни на что не похоже. Этот аромат, он как будто бы проникает в душу, ребята. И вот несмотря на его такой солнечный, безмятежный такой характер, в нём есть какая-то нить меланхолии, может быть, какая-то ностальгия по дому, не знаю. Что-то в нём есть особенное, что-то будоражащее именно моё, мою альфакторную память. Ещё и в этой пирамиде, как мне кажется, слышу ноту айвэ. Она не заявлена, но на мой нос она здесь есть. Может быть, этот эффект создаёт жасминовое гордение и бальзамичность. Но вот такой у меня айвовый глюк здесь в этом аромате есть. Очень красивые флаконы, как вы видите, я уже прикрепила на экран, с крышкой-розеткой готических соборов. Всё здесь прекрасно – и аромат, и его оформление. Анджела Чампания – аромат фауни. Следующий аромат, ребята, это бренд Электимус, который я очень люблю. Аромат называется Остаю. Он был выпущен в 2020 году. Джон Стефан – автор этой композиции. Электимус – это английский бренд. Он вдохновлённый Римской империей, что отражается в первую очередь в оформлении их флаконов. А сам аромат Остер посвящён богу южных ветров, который в конце лета приносит из Африки в Южную Европу мощные ветры и бури. Вы знаете, это такой изысканный аромат света и тьмы, как выразился сам бренд о нём. Как для меня это с таким слегка фужерным стартом, немного травяным, лимонным, который сбивает пряность нот, которые составляют именно костяк композиции. И затем раскрывается анис в полной мере. И он здесь со сладостью герани, с пряностью гвоздики. Это не тяжёлый восток. Анис здесь очень хорошо обыгран другими нотами, ребятами, на старте и в сердце композиции. Очень много свежести воздуха. Как будто бы, вы знаете, на самом деле где-то на юге знойный день закончился проливным дождём. И вот уже в свежем воздухе витает аромат пряностей и цветов. Гвазий аромат чуть больше уплотняется, как будто бы согревается даже, но остаётся источать вот эту вот его основную анисовую направленность. Но хочу вам донести то, что анис здесь не выкручен на максимум. Нет, абсолютно. Он очень хорошо сбалансирован другими нотами. Поэтому я считаю этот аромат абсолютно универсальным. То есть его можно использовать как на каждый день, даже на работу, либо, если вы хотите, на выход. Это у нас был Электимус Остро. Следующий аромат, ребята, это у меня вот такой фирменный пробник Франческо Делоро. Аромат называется, ой, вот так, Амбразин. Это аромат 2013 года, да, далеко не новый. Ой, сколько подходов я делала к этому аромату, ребята. Вы только знали. И что каждый раз мне что-то в нём цепляло и отталкивало. Опять что-то цепляло, опять что-то отталкивало. И с каждым подходом всё больше цепляло и всё меньше отталкивало. Могу сказать, что ароматы Франческо Делоро построены таким образом, что их не нужно слушать сразу после нанесения там на блот или на кожу. Им нужно дать немного времени, чтобы они уселись. Она сама, сама Франческо рекомендует делать именно так. Про что Амбразин? Про плотную цветочную пудру. Чуть старенькую, винтажную. Нота, которая меня немного напрягала, это отголосок розового масла, который есть на старте этой композиции. Здесь и белые цветы, и апельсиновая корка, да, высушенная на батарее в СССР. Я сейчас уже и не слышу так явно эту ноту розового масла, которую слышала при первых тестированиях аромата. Мне кажется, что если бы её сейчас не было, аромат бы потерял свою я. Но когда я совершала свои неоднократные подходы, она меня задевала. Наверное, пока я ей не сдалась. Сердце и базу трудно описать в этом аромате. Это опять микс каких-то взросло-женских цветов, плюс амбра, плюс пачули, плюс специи, древесные ноты. Характер такого тягучего, взрослого аромата, аромата для шубы. Но, ребята, Амбразин очень легко носить на себе. Его круто вдыхать. Он как будто бы из прошлого, да, есть здесь такой немного винтажный вайб. Но это современно сложно, поэтому от него не болит голова. И, повторяюсь, его очень приятно и легко носить на себе. Да, может быть, это не для девчонок 20 лет. Это для молодых женщин от 35 и выше. И, повторюсь, ароматы Франческе де Лоро требуют неоднократного подхода к себе. И, как сказала сама Франческа, безусловно, лев, скорпион и весы оценят этот аромат. Ребята, я оценила, поэтому напишите мне в комментариях, какого я знака зубяк. Далее, парфюм с Демарли, Демарли, как хотите. Альтаир. Такой фирменный пробник. Роман, кстати, 2023 года выпуска. Там два парфюмера. Хамид Мирати Кощани и Элиас Эрменидис. Эрменидис. Надеюсь, что я правильно произнесла имена парфюмеров. Вообще, первый раз говорю об этом бренде, ребята. Сколько ароматов не слушала от этого бренда, ничего меня не цепляло, кроме этого. Все было мимо. Все Делины классическая, Ла Розе, Эксклюзив. Все, ничего меня не цепляло. Кстати, мне пришел еще пробник аромата Валая. Послушаю его и обязательно вам о нем расскажу в следующих обзорах. Итак, Альтаир – это аромат, который характеризует контраст теплых нот с ощущением свежести. Это микс таких традиционных нот высокой парфюмерии и современных молекул. Старт с уклоном в мужскую такую послебритвенную тематику с большим количеством корицы, которая, ребята, разогревается на коже и стирает окончательно этот мужской гендер, да, превращает аромат в абсолютный унисекс. Очень приятная, красивая такая смолистая ваниль в сердце композиции с обволакивающим эффектом, без излишней сладости, без отсылок к гурманики. Такая мягкая табачность, ореховость, древесные ноты. На какое-то мгновение мне даже показалось, что на мне другой аромат, который у меня есть в коллекции, из приватной линейки бренда Трусарди – Посиджата. Вот там тоже есть эта ореховость с древесными нотами. И вот на мгновение мне показалось, что у меня не Альтаир на коже, а именно Посиджата. Вы знаете, такой аромат с утонченной роскошью Альтаир мне очень понравился, очень классно раскрывается именно сейчас, в холодный период. Parfums de Marley Альтаир. Nishane. Аромат из линейки, посвященной десятилетию бренда. Они 10. Выпущен был в 2023 году, ребята, Сесиль Заракян, автор этой композиции. Вы знаете, раньше у меня не складывалось с работами этого парфюмера, как-то было даже очень обидно. Но в последнее время, что не послушаю, все больше и больше ее работ задевают мой нос. Это очень приятно и даже как-то странно. Что-то у меня, наверное, в моем восприятии поменялось. Итак, с первой версией аромата они у меня не сложились вообще. То есть, сколько бы я не пробовала этот аромат самостоятельно, потом, услышав восторженные отзывы блогеров и просто потребителей аромата, опять я пробовала и неоднократно пробовала. Ну, все никак. Вот эти вот розы, какие-то терпкие смолы. Это вообще не мое. Не знаю, может быть, через какой-то период я перепробую и влюблюсь в этот аромат. Но пока что классическая версия Нишаны они, нет, это не мое. А вот новая версия, посвященная, как я сказала, десятилетию дома, это совершенно другое дело. Это дань уважения древнему разрушенному городу много веков назад, являвшемуся столицей Нийского армянского царства, через который проходили караванные пути со многих стран. Теперь этот разрушенный город находится на территории Турции. Уже тут маленькая предыстория, да, примерно мы можем предположить, о чем будет этот аромат. Это такое вступление, которым мы вдохновляемся. Да, эта версия чуть полегче предыдущей. Для меня она носит совершенно другой характер. Но, ребята, если мы посмотрим на пирамиду, на фрагрантике, сколько там заявлено нот, ну не их количество, а их различия в категориях, да. Там просто нет гармонии нот, то есть посмотрев на ноты, невозможно определить, если мы не знакомы с ароматом, к какому направлению он относится. То есть там и цитрусы, лимон и бергамот, там и специи, имбирь, кардамон, перец, там и акватические нюансы, там и фрукты из разных широт, то есть там и дыня экзотическая, и, да, и какое-то обыденное яблоко и смородина, там и роза, там и шафран, и пачули, и ваниль, и древесные ноты, и амбра, и так далее. То есть невозможно сложить какое-то определенное мнение об аромате. Его и на ноты, на самом деле, вот когда вы его слушаете, его на ноты очень тяжело разложить. Я вам скажу так, для меня он пахнет очень вкусным компотом из сухофруктов, который подсластили немного ванилью, кинули туда щепоточку каких-то пряностей и все. То есть это абсолютно, ребята, не утрируя этот аромат, наоборот, этот аромат меня очень вдохновил, очень мне понравился, я прям много его сносила. То есть я считаю, что я почти весь пробник сносила за несколько дней. Но вот так вам и скажу, это очень вкусный, свежий, приятный компот из сухофруктов с ванилью и пряностями. Вот для меня это Ане 10, да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знаком с этим ароматом, что вы слышите, как он раскрывается у вас на коже. И последний аромат сегодняшней подборки, ребята, это бренд Byredo Casablanca Lily. Аромат 2019 года, он входит в коллекцию Night Veils. Это экстракт. Видите, какая темная жидкость. Кстати, когда носила этот аромат, очень осторожничала с одеждой. Вам советую быть осторожным при нанесении, особенно на светлую одежду. Аромат вдохновлен одноименным городом на берегу Атлантического океана в период цветения. То есть современная Casablanca представляет собой смесь различных культур, место, постоянно развивающееся между традициями и современностью. Аромат обволакивает, как город, который его вдохновил, раскрывая его самые яркие уголки, где сочетаются изобилие, богатство, величие. Что же он для меня, этот аромат? Ну, во-первых, я привыкла сама фиксировать сначала свои именно ощущения от аромата и затем смотреть в пирамиду. Для меня это аромат о весне, о свежести и о ландышах. Здесь не заявлены ландыши в пирамиде, но, скорее всего, именно гордения. Здесь в своей такой очень свежей форме создает такой нежный, фантазийно-белый, молодой, невинный аромат ландыша. Или, может быть, водяной лилии, да. Здесь тоже это есть для меня. В раскрытии он станет чуть более обволакивающим, чуть слаще и уютнее. Это, несомненно, очень женственный аромат, но он не становится манким, он не становится пленительным, не подумайте, каким зачастую бывают ароматы с гордения. Это все же экзотический цветок. Нет, здесь совершенно другая история, свежая. И вот именно такая весенняя, на мой взгляд. Здесь я не чувствую заявленных в пирамиде ни меда, ни сливы. Да, может быть, где-то тубероза вытягивает немножечко свой коготок. Чуть-чуть, совершенно безобидно. Это есть. Вот аромат мне очень понравился. Он яркий, да. И, как я сказала, это экстракт парфюма. Особенно при начальном. Вот только вы нанесли аромат, он прям взбадривает вас, да. Но потом тихонечку затихает. Носила в горах на прошлой неделе на морозном воздухе. Звучал просто великолепно. Касабланка в лиле. Ну что, ребята, вот таким был мой обзор. Спасибо огромное, что вы досмотрели его до конца. Я надеюсь, он был для вас интересным. Пишите, пожалуйста, если знакомы с ароматами, что о них думаете. Я очень буду ждать ваших комментариев. Не забывайте подписываться на другие мои социальные сети. Телеграм, Инстаграм. Все ссылки я оставлю в инфобоксе и прикреплю в комментариях. Не забывайте пользоваться моим промокодом на сайте Рандеву. Вы тоже его найдете либо здесь на экране, либо в инфобоксе. К сожалению, я должна буду обновить все ссылки на ароматы. Потому что в России вступил в силу закон о рекламе. И все предыдущие ссылки не функциональны. Конечно же, я это сделала в течение какого-то времени. Ну а пока я вас благодарю, ребята, еще раз. Всего вам самого хорошего. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok